друзья всем большой привет сегодня будем с вами шить вот такой интересный блок в котором треугольники вращаются как бы вокруг центрального квадрата он так и называется spin me around или кружи меня вот будем сегодня кружится я вам расскажу как сшить такой блок любого размера он тоже шьется необычно не из полосочек как можно подумать на первый взгляд ну и поехали все вам расскажу также хочу показать что этот блок можно использовать и в очень большом варианте например как квилт или как детская одеялка здесь вот из нарядных тканей блоки для одеяла возможно также для этих блоков можно использовать полоски которые остались от других проектов это хороший способ избавиться от остатков смотрите сам блок состоит из центрального квадратика у меня он размером 15 на 15 сантиметров и плюс припуски и того весь размер сейчас этого квадрата 16 с половиной на 16 с половиной сантиметров и еще понадобится два прямоугольника из полос полосы могут быть любой ширины могут быть разной ширины могут быть одинаковой какой угодно вот здесь я сшила абсолютно два одинаковых прямоугольника вот так вот они выглядят и их мы будем разрезать но сначала давайте я вам расскажу про то какого размера должны быть эти прямоугольники по отношению квадрату они должны быть таким образом сшиты размер квадрата умноженный на 2 это ширина прямоугольника и размер квадрата умноженное на 3 это длина прямоугольника размер квадрата берем итоговый то есть вот 15 сантиметров умножить на 2 это 30 сантиметров вот здесь и вот здесь на каждой полосе еще есть припуски есть всего сейчас вот это у меня ширина 31 с половиной сантиметр и 15 сантиметров умножить на 3 это 45 сантиметров и здесь нам нужно добавить не как обычно по 0 75 а 3 сантиметра то есть это 45 и 3 сантиметра всего получается 48 так можно считать для любых квадратиков допустим у вас есть квадратик 10 на 10 сантиметров значит здесь у вас будет 20 сантиметров длина общая этого прямоугольника плюс припуски с двух сторон полтора сантиметра и того 21 с половиной сантиметр и в длину умножаем на 3 то есть это 30 сантиметров и прибавляем 3 сантиметра то есть припуски одинаковые для всех вот теперь нам нужно эти два прямоугольника разрезать разрезать мы их можем как вот так наложив друг на друга одинаково так и перевернув мы получим то же самое то есть смотрите вот я поставила уже метки по которым мы будем отрезать и вот они у меня и на этом тоже стоит то есть если я их переверну вот у меня эти метки совпадают и если положу ровно то они тоже здесь совпадают с обеих сторон как эти метки найти мы берем давайте на одном буду показывать берем вот этот квадратик который у нас уже вырезан с припусками складываем пополам прикладываем краю и ставим отметку и на противоположной стороне отметки мы ставим на длинных сторонах здесь точно также и ставим тоже отметку дальше мы еще себя проверим вот так я положу вот эта линия у меня идет под 45 градусов на мате вот она идет 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 здесь выходит смотрите это меточка я ее совмещаю с линией которая идет под 45 градусов а саму заготовку совмещаю с линией горизонтальной расправляю здесь тоже у меня все лежит по линии и вторая метка выходит тоже на этой же линии которая под 45 градусов то есть у нас должен быть разрез ровно под углом 45 градусов относительно прямоугольника и так кладем теперь линейку ровно по этой линии все разрезаем и теперь то же самое делаем за другим прямоугольником также кладу и разрезаю готово так еще наверное стоит подрезать я заранее их не подровняла но надо бы подровнять вот эти торцы чтобы были четко ровные вот так вот что получилось такие вот детали можно их сразу вот так положить и теперь можно выложить то что у нас должно получиться первый кладем вот таким образом длинной стороной к квадратику положили дальше можно их чередовать видите здесь у меня будут разные полосы чередоваться здесь розовая здесь зеленая розовая вот расположение этих полос когда у нас целый прямоугольник да вот смотрите тоже важно если вы хотите чтобы квадратик обрамлял какой-то конкретный цвет тогда мы должны на краях прямоугольника пришить те цвета которые нужны я хотела чтобы у меня был ярко розовый ярко зеленый рамкой для квадратика поэтому я и сделала их по краям все вот так мы сложили смотрите здесь теперь на всех краях получается вот такая картина не пугайтесь так и должно быть вот здесь у нас остается такой выступающий треугольник но мы его пока что не трогаем и теперь нам нужно соединить все наши пять частей в единое целое мы будем использовать открытый шов когда сначала сшивается часть вот смотрите три этих детальки пока что уберем нам нужно эти две сложить лицевыми сторонами и вот здесь оставить открытым участок а часть соединить то есть просто соединяем половину этого шва вот так я прострочила теперь отгибаю деталь и теперь мы можем пришить следующую деталь уже к этой длинной стороне прикладываем ее можно приколоть и пришиваем вот здесь вот остается уголочек это так и должно быть пришили эту деталь отгибаем заутюживаем припуск вот сюда наверх теперь у нас есть здесь тоже длинная сторона пришиваем следующий треугольник готово смотрите теперь у нас здесь есть открытый шов мы присоединяем последнюю деталь точно также вот так и теперь закрываем наш последний шов также складываем и продолжаем строчку до конца ну вот полотно готово я проутюжила швы на изнанке получилось вот так припуски от центра все смотрят сюда эти припуски у меня в разутюжку нам остается подрезать выступающие уголки берем линейку будьте аккуратны при дальнейшем шитье вот эти срезы получается под углом 45 градусов постарайтесь их не растянуть укладываем этот срез по горизонтальной разметки этот по вертикальной кладем линейку и просто отрезаем лишнее и так со всех четырех сторон вот такой блок получился размер у него 52 на 52 сантиметра он такой вышел яркий прямо и вырви глаз цвета но я специально такие сделала в следующем ролике я вам покажу как декорировать и петчворк полотна очень интересным способом и какие-то принтованные ткани можно так украшать этой неделе выйдет следующий ролик и я вам там все расскажу но пока надеюсь что вам понравилось пробуйте до новых встреч пока пока